Привет. Сегодня мы поговорим про такую штуку, как рекурсия. Это не самая простая тема, но вполне нам посильная. Не надо считать, что это что-то невероятное. Скорее всего, в процессе объяснения специалисты в computer science либо математике захотят закидать мне помидорами, и в целом вполне себе это могут себе позволить, потому что моя основная задача рассказать-то не каким-то дофига научным языком, а более простым на пальцах, так сказать. И что я буду понимать под рекурсией? Под рекурсией я буду понимать не написание программ, где функция вызывает саму себя. Это технический момент, и не является какой-то большой сложностью научиться писать свои программы. Таким образом, основная сложность в том, чтобы научиться смотреть на задачу в рекурсивном ключе. То есть понимать, как задачу правильно в таком виде представить. Что такое в целом рекурсивные задачи или решение задачи, по-моему, еще рекурсии? Это сейчас будет совсем абстрактная история. Когда вы в процессе решения задачи, сводите какую-то частичку этой задачи к самой себе. Совсем ничего не понятно. Разберем на примере. Вот есть задача помыть целую раковину грязных тарелок. Ну, окей, большая задача, непонятно, как ее решать. Давайте выделим какую-то частичку этой задачи, которую мы знаем, как решать. А именно, взять одну тарелку, помыть ее, убрать. А теперь то, что осталось. Это что за задача? Помыть целую раковину грязных тарелок. Мы начинаем ее решать. Знаем способ. Берем одну тарелку, моем, убираем. И снова решаем задачу помыть раковину грязных тарелок. И выполняем вот это разделение на такую маленькую подзадачку, простую, помыть одну тарелку. И обратно возвращаемся к большой задаче, с которой начинали. Помыть раковину грязных тарелок. Мы это делаем до тех пор, а здесь еще добавляется один элемент. До каких пор мы это делаем? В данном случае до тех пор, пока раковина не пустеет. То есть решение задачи помыть раковину грязных тарелок, если раковина пуста, это означает ничего не делать. Все, мы закончили. Вот на таком простом примере, где есть какая-то большая задача, ее частичное решение и условия завершения, мы и будем, на самом деле, с такой точки зрения, смотреть на все остальные задачи, которые как-то связаны с рекурсией. Для того, чтобы попрактиковаться, мы, конечно, можем выбрать какую-то прикладную задачу, которая очень хорошо ложится на рекурсивный подход решения. Например, обход каких-нибудь рекурсивных, самих по себе, по своей природе, структур данных типа дерева. Но это слишком сложно, по-моему, для начала. Давайте возьмем задачку, задачку, которая, казалось бы, никакого отношения к рекурсиву не имеет, а именно поиск, определяя по счету суммы элементов массива, поиск суммы элементов массива. И пробуем решить задачку в рекурсивном ключе. Напишем для этого функцию. Функция sum, которая принимает у нас адрес на нулевой элемент массива и количество элементов массива. Окей. Давайте сразу начнем с условия завершения. То есть, в частном случае, когда у нас все закончится. Когда у нас элементов нет. Вот как в случае с раковиной, когда у нас раковина пуста, то помыть раковину грязных тарелок, это ничего не делать. В данном случае, если у нас элементов нету в массиве, то их сумма равна нулю. Можно писать не n. То все, мы решили самые крайние случаи, когда у нас элементов в массиве нет, то и сумма равна нулю. Ну, в целом, решение задачки. Такое, в частном случае. Хорошо. А если все-таки элементы есть, тогда, ну, здесь может else не писать, тогда, как выглядит вообще, говоря, сумма элементов массива? Давайте посмотрим тогда на массив немножко по-другому. У нас есть какое-то количество элементов. Ну, в данном случае 7 элементов. И нам нужно решить задачку. Найти сумму всех элементов массива. Давайте мы, как в случае с тарелками, мы же мыли сначала одну тарелку. Здесь также скажем, что сумма всех этих элементов, это, делим задачу как бы на две части, это значение вот этого элемента, последнего, вот он здесь, плюс сумма элементов массива, но на один меньше. То есть в данном случае это последний элемент, n-1, потому что n у нас это количество элементов, плюс сумма элементов массива, этого же самого, но длины на один меньше. И это является ответом на вопрос, чему равна сумма элементов массива, arr, длины n. Как это будет вообще, говоря, работать? Давайте только возьмем для примера массив меньше длины, а то что-то как-то лениво мне на 7 элементах это объяснять. Итак, вот у нас есть элемент, вернее, массив размера 4. Мы вызываем нашу функцию и решаем задачку найти сумму всех элементов массива. Мы говорим, хорошо, вопросов нету. Результат какой у нас? Значение вот этого элемента, вот он здесь, вот этот элемент, плюс сумма оставшегося массива. То есть вот у нас теперь решение задачки, у нас наше решение задачки сумма элементов массива, я вот буду рисовать такой оранжевой скобочкой. Мы эту задачу решаем таким же образом. Это последний элемент массива плюс сумма вот этих двух элементов. Эту историю мы решаем таким же образом. Плюс сумма элементов вот этого массива. Да, массив стоит за данный элемент, но неважно. Это все еще массив длины 1. Его решение это значение самого элемента плюс пустой массив. Сумма элементов пустого массива у нас 0. То есть решение всей задачки будет выглядеть как вот эта сумма. Ну а фактически это сумма 0 и 1, 2, 3 и 4 элементов нашего массива. Давайте проверим, что вообще вся эта история работает. Только объявим какой-нибудь массив. Так, массив статический, такой фокус вполне себе прокатит. Размер всего массива делен на размер NTA. Получим действительно количество элементов. Запустили, получили 15. Действительно сумма вот этих элементов равна 15. А если возвращаться к нашей аналогии с мытьем тарелок, то фактически наша задача помыть раковину с грязными тарелками. Она выглядит как. Если у нас тарелок нет, то мы все сделали, ничего мы не делаем. А в противном случае мы моем одну тарелку. В частном случае. И решаем задачку для всех остальных тарелок. Научиться мыслить таким образом, что мозг не взрывался и вы легко писали подобные программы. Можно, но это потребует некоторого времени. Сразу не получится, будет сложно, будет вытекать мозг из ушей. Это нормально, ни у кого с первого раза не получалось. Те, кто говорят, что получалось, те вам лучше на уши вешивать, не верьте им. Как и у всего, в рекурсе есть и достоинства, и недостатки. К достоинствам можно отнести то, что если задача сама по себе хорошо преобразуется в такой вот рекурсивный формат, то решать ее и писать программу банально будет легче. В качестве недостатков, конечно, что можно отнести дополнительные накладные ресурсы, которые потребуются при выполнении. Скажем, в данном случае не стоит забывать, что каждый вызов функции сам это, во-первых, некоторая память на стеке. То есть это некоторый расход памяти. А стек у нас все-таки не резиновый, он там, условно говоря, несколько мегабайт. Его при большом количестве вложности наших вызов функций он может просто переполниться. Также стоит не забывать, что вызов функции, вообще говоря, занимает время. То есть копирование аргументов на стек, пусть даже всего они там немножко занимают, но тем не менее, это все равно какое-то время от дополнительной инструкции. Конечно, многие компиляторы могут преобразовывать рекурсию, особенно если речь идет о хвостовой рекурсии, в итеративную реализацию, но на это все-таки полагаться в целом не стоит. И использовать рекурсию там, где это действительно необходимо, ну и понимать, какие вы от этого получите преимущества и какие накладные расходы она может повлечь. Надеюсь, это немного дурацкая аналогия с грязной посудой поможет вам учиться смотреть на некоторые задачки немного с другой стороны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok